Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! По всем признакам, Путин собирается осуществить некую военную акцию в отношении Украины и готовить для неё почву по классическому сценарию глаевитской провокации – знаменитой гитлеровской операции нападения на Польшу или Майнильского инцидента – советской операции перед нападением на Финляндию. Он стремится обвинить Украину, сделав жертву агрессии её виновницей, пишет известный российский публицист и политолог Андрей Пьянтковский. Классическим шагом была история с ещё одним распятым мальчиком. Правда, не очень здорово пошло. Уже на следующий день она была практически опровергнута Денисом Пушилиным в эфире у Владимира Соловьёва. Слишком фейковая эта операция. Ну вот теперь обрушился буквально шквал пропагандистских атак на всех российских каналах и портреты этого мальчика, которого вроде бы уже списали, вывесили во всех российских телевизионных студиях. Эта активизация явно связана с теми заявлениями о поддержке Украины и готовности оказать ей помощь, которые были сделаны президентом США Джо Байденом, министром обороны Ллойдом Остином и государственным секретарём Энтони Блинкеном. Эти заявления носили очень решительный характер. Они заявили о непоколебимой поддержке в случае агрессии и примерно сообщили о тех мерах, которые США примут в ответ на военную агрессию России. Прежде всего, это переход от экономических санкций к тотальной экономической войне с РФ, отключение от системы SWIFT, нефтяное эмбарго, арест русского триллиона, активы в российской верхушке, находящиеся под американской юрисдикцией. Ну и кроме того, Украине будет оказана помощь военным оборудованием, снаряжением советниками и инструкторами. То есть всем возможным, кроме посылки военных дивизий для сражений на востоке Украины. Сражаться будет сама Украина, её армия, которая к этому готова по сравнению с 2014 годом. Возникает вопрос, который сейчас задают все. Почему после трёх дней сравнительного молчания и растерянности, а также перед лицом болезненных угроз, ведь вышеперечисленные меры полностью разрушат российскую экономику, почему же, судя по вчерашнему взрыву пропагандистской атаки, Москва идёт на откровенное самоубийство? И мне кажется, я знаю её план. Путин примерно рассчитывает на следующее. Обрушившись на Украину всей мощью, он собирается в течение нескольких дней достичь видимого военного успеха. Например, взять Мариуполь или вообще дойти до побережья Азова, полностью оккупировав территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Американцы ведут обещанные санкции, но в это время Россия будет рассчитывать на то, что на Западе возникнут миротворцы, которые захотят предотвратить конфликт. Я даже знаю, на кого рассчитывает Путин. На президента Франции Эммануэля Макрона. Он прилетит в Москву с какими-то бумажками, но в результате состоится то, что произошло в 2008 году, а в Украине – в 2014-2015 годах. А именно с помощью так называемых миротворцев закрепят военный успех. Под давлением Макрона и ряда других держав Москва изобразит стремление к миру и будет достигнуто новое мирное соглашение, охватывающее всё более значительную часть Украины. Украина, в свою очередь, очень твёрдо отказалась от дальнейшего выполнения плана присоединения Кордейло. И это проявилось не только в позиции на переговорах, но и в действиях Зеленского. Начался демонтаж путинской пятой колонны, её информационных и телевизионных каналов. Так что план сорвался, и теперь Путин вынужден переходить к другому варианту, преследуя старую цель – дестабилизацию Украины и подчинение своей власти.